МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Карина, а что это у нас за макулатура? Мы что, возвращаемся к старым временам? А это я специально попросил принести, чтобы мы все своими глазами увидели, с какой кучей документов учителя работают в школе. Ну, давай посмотрим, что это за куча. Планы идеологической воспитательной работы. Вам знакомо, Мэр Рашид? Журнал учета личных дел работников, журнал регистрации писем. Классный журнал. Единственное, только эта вещь знакома. Это невозможная куча бумаг, с которыми работают наши учителя, я так понимаю. И представляете, они каждый день с этим сталкиваются, вместо того, чтобы, по сути, заниматься своей работой, то есть учить наших детей, воспитывать их. В ближайшее время все это можно сдать в макулатуру. И этому поможет электронная отчетность. И ее, кстати, уже внедряют. Отлично. Получается, у нас теперь в школах будет внедрено онлайн-образование. Ой, знаете, я сильно-сильно сомневаюсь. Я уверен, что наши учителя тоже будут и заполнять все в компьютере, а потом ручками, так сказать, своими и шариковыми все это снова записывать в бумажные носители. Сейчас созрела очень хорошая тема для разговора. Гаджеты и школа. За и против. Об этом в нашем очередном выпуске ток-шоу «Былем». Киберпедагоги. Здравствуйте. Я Лизат Кукозова. Со мной мои коллеги Майра Штайке и Каиржан Смогулов. Учителя должны учить, а врачи лечить. Глава государства Нурсултан Назарбаев ранее отметил, что каждый педагог и врач в нашей стране тратит треть своего времени на бумажную волокиту. Президент дал поручение освободить от несвойственных функций школу, дать возможность учителям наконец-то заняться образованием и воспитанием. Я предлагаю посмотреть материал наших корреспондентов. Пожалуйста, сюжет. Три-четыре часа в день отнимает у учителя работа с документацией. Кроме того, педагоги сдают несколько форм отчетности в начале учебного года и по итогам каждой четверти. На проверку письменных работ учеников и подготовку к урокам в стенах школы времени не остается. Прихожу домой, и дома часа три-четыре у меня уходит на то, чтобы к следующему дню подготовиться. В конце четверти, конечно, отчеты. Это движение в классе, кто прибыл, кто выбыл. Это успеваемость в классе, сколько хорошистов, отличников и так далее. Учителя сдают отчеты заучу, который передает их директору школы. Последний, в свою очередь, направляет документы в управление образованием города, откуда бумаги идут в профильное министерство. Движение отчетов стало электронным, а значит быстрым, с появлением национальной образовательной базы данных. С 2013 года ни одно управление образования областей не приезжает с отчетом Министерства образования и науки. Это все принимается отчет в электронном варианте. Электронная отчетность в школах только внедряется, поэтому заполнение бумаг никто не отменял. Парадокс, но с появлением электронной отчетности в школах работа учителей прибавилась вдвое. Ему нужно в первую очередь заполнить журнал, выставить оценки, и одновременно нужно выставить оценки, например, ученику тоже на этом же уроке. Это двойная работа получается для учителя. Ежедневно учитель расходует в среднем 20 листов бумаги формата А4. За учебный год это 4320 листов. По данным Министерства образования и науки, в Казахстане сегодня насчитывается более 300 тысяч учителей. Если каждый из них в среднем тратит около 5 килограммов бумаги, то в общем объеме они списывают 1500 тонн. Для наглядности мы посчитали, сколько это в КамАЗах. Получилось 150 грузовых машин. Ну что ж, я думаю, у любого, кто посмотрел этот сюжет, желание прийти в нашу школу и обучать детей наверняка не возникло. Уже сейчас в 13 областях Казахстана, в городе Астане и в городе Алма-Ате уже внедрены электронные дневники, электронные журналы. Порядка где-то 2700 школ уже охвачены. И к концу вот этого года, то есть до января месяца, 4000 школ будут охвачены именно этой системой, системой электронных журналов и электронных дневников. Мария, я хотела бы прервать тебя и пригласить на нашу презентационную площадку специально для того, чтобы ты провела презентацию. Как сейчас внедряется эта электронная отчетность? Хорошо, с удовольствием. Преподаватели могут в этом журнале электронном и в электронном дневнике учитывать посещаемость детей, учитывать их оценку, успеваемость. Также и родители могут зайти в электронный журнал и увидеть успеваемость своих детей. А дети в свое время тоже могут зайти сюда же в эту систему, посмотреть домашнее задание, задать вопрос учителю и получить, скажем, ответ от учителя в электронном виде. Ну и, конечно, госструктуры тоже могут внимательно следить за автоматизированным документооборотом. Вот так выглядит электронный журнал. Он очень похож на бумажный журнал. Здесь можно выставлять оценки ученикам ежедневно, при том можно учитывать его посещаемость. Спасибо за презентацию, Марьяш. На моей памяти до сегодняшнего дня очень во многих школах уже были попытки внедрения подобных программ. Не получается ли это повтором? И зачем нужно внедрять еще раз дополнительно то, что уже была попытка это сделать? Если раньше точечно где-то были эти электронные журналы, то сейчас вводится система Кунделик Киезет. И я хотела сейчас пригласить коллегу, представителя Кунделик Киезет, Александра Григоряна. Вот Александр подробно расскажет, что это за система. Да, добрый день, коллеги. Кунделик, с какого года вы внедрили его? С весны прошлого учебного года, с марта месяца. С марта-апреля месяца. Где результаты? Хочу вам отметить, что действительно, значит, те преподаватели, которые смогли освоить эту программу, мы проводили специальные образовательные семинары, очные во всех этих областях, признали, что помогает этот продукт, помогает в экономии времени. Например, классный руководитель в старших классах ведет уроки. Для того, чтобы ему проанализировать успеваемость своих подопечных, ему нужно пролистать весь бумажный журнал. Даже элементарно, чтобы понять, какой средний балл у ученика. Теперь классный руководитель, заходя в систему, может за доли секунды построить необходимый отчет по всем срезам его интересующим. То же самое завучи, все отмены, замены уроков. У нас теперь расписание в электронном виде. Все перемещения по данному расписанию, все записываются, и в конце можно посмотреть, завучи смотрят переносы отмены уроков, и по каким причинам это было сделано. Более того, это видят не только преподаватели, не только завучи, это видят и ученики, потому что у них приходят уведомления о переносе либо отмене занятий. Можете ли вы гарантировать, что с внедрением кунделека наши педагоги и учителя обрастут большим количеством свободного времени, которое будут направлять на обучение своих учеников? При правильном освоении данного инструментария доходит до 30% экономии времени. Сейчас я бы хотела пригласить в нашу студию заслуженного педагога Елену Макурину. Давайте поприветствуем Елену Валентиновну. Добрый день. Меня беспокоит то, что мы почему-то забываем, что учитель – это творчество, а не повседневная рутина. Какой бы эта рутина ни была, даже если она электронная. Вот вам глаз вопиющего в пустыне. А я еще вам факты добавлю. Перед тем, как все это переводить в электронный вид, вы сначала, может быть, позаботитесь о том, чтобы все было компьютеризировано на 100%. Извините, у нас в школах на самом деле на 14 учеников один компьютер. На 14 учеников один компьютер. О каких электронных отчетах вы говорите? Позвольте, я вот сейчас приведу вам такую статистику. Вот за прошедшую первую четверть начала учебного года в системе Кунделек Киезет выставлено онлайн почти 6 миллионов оценок. Выдано онлайн 900 тысяч домашних заданий. Система обслуживает в режиме 24 часа в сутки все 7 дней в неделю. Почти миллион пользователей по всей республике. Более того, сайт Кунделек посещает почти 40 тысяч человек. То есть эти цифры растут каждый день. По поручению президента Нурсултана Абишевича сейчас стоит задача компьютеризации и охвата интернет в Казахстане. То есть это уже правительственная задача. Я зашла на урок, я включила компьютер, онлайн я поставила оценку. В противном случае это предполагает то, что я отвела 6 уроков, по каждому классу записала оценочки на бумажке, дождалась своего времени в классе информатики и вбила эти оценки в 6 журналов. Скорее всего, Елена Валентиновна вас напрямую подключат к интернету. Вот здесь у вас будет кабель. Сейчас как раз решается вопрос доступных цен. Ведутся переговоры с мировыми производителями техники для того, чтобы обеспечить в Казахстане учителей в первую очередь электронными гаджетами. Я предлагаю сейчас выслушать все-таки точку зрения человека, который не понаслышке связан с электронной отчетностью журналов и дневников. И мы сейчас услышим международный опыт. Я являюсь выпускником программы «Балашак», обучался в Соединенных Штатах Америки и во время учебы параллельно работал еще ассистентом профессора для студентов-бакалавров. Дело в том, что там вот эти системы, электронный журнал, электронный дневник, ну и другие информационные системы очень широко используются в образовании. И, честно говоря, от какой-то проблемы, что профессора не справляются с этой системой или их ассистенты, такой проблемы вообще не стояло. Профессору, у которого я был ассистентом, было где-то 50 или 60 лет. И, если честно, он в этой системе лучше меня разбирался. То есть для него проблем не было. Значит, возрастных особенностей нет. Это личное желание. Электронные дневники и журналы уже давно внедрили развитые страны мира, такие как Сингапур, Южная Корея, Португалия. Только в соседней России 35 тысяч школ отказались от бумажных журналов и дневников в пользу электронных. К слову, там система обеспечила открытость, прозрачность абсолютно для всех участников образовательных взаимоотношений. Заполнение электронных форм отчетности сократило время и избавило учителя от несвойственных ему функций. Казахстан в связи с этим оставаться в стороне не может и не должен. В век прогресса и новых технологий следует идти в ногу со временем. Вопрос лишь в реализации проекта. Ведь за него и министерство, и правительство получат соответствующую оценку. Киберпедагоги учителя будущего. В эфире ток-шоу «Болем». Сегодня мы обсуждаем последние технологии в школах, в их числе электронные дневники. Нужно ли это? Сможет ли новая система упростить работу педагогам и жизни учеников? И их родителей в том числе. Давайте посмотрим видеоматериал. В Казахстане из 7,5 тысяч школ почти 4 тысячи до конца текущего года откажутся от бумажных дневников. Их заменят электронные, разработанные в рамках создания единой бесплатной информационной системы для средних школ «Кунделек». Остальные порядка 3,5 тысяч школ в основном в сельских удаленных регионах. Не имеют широкополосного доступа к интернету и пока не могут полноценно присоединиться к системе. Подобные инновации в образовании Казахстана появились в 2008 году. Казахско-турецкий лице среди всех учебных заведений страны поставил свою первую электронную оценку по программе «Эду-Пейдж». Позднее в других школах стали внедряться системы «Смарт-школа», «Гугл-классрум», «Майкрософт-офис-365», «Эду-Марк». Раньше в прошлых школах мы бегали к учителям после уроков и оценку просили. То есть, например, сегодня я получила пятерку, поставьте мне в бумажный дневник пятерку. А «Эду-Пейдж» сразу приходят учителя сами, сразу записывают себе и сразу приходит оценка на «Эду-Пейдж». Оценки никак вообще удалить нельзя, то есть в «Эду-Пейдж» они приходят и в «Эду-Пейдж» остаются. Учитель ставит оценку в электронный журнал, и ее сразу видит ученик и его родитель. Им на телефон приходит сообщение. Кроме того, можно видеть статистику успеваемости, посещаемости, опоздания, число выданных домашних заданий и еще очень много полезной информации. Плюс для учителя в том, что учитель может полностью от бумажных забот поставить в сторону. Между него используется электронный журнал, может использовать, например, планы, туда может писать. Может, экзамен, тестирование, может, там использовать. Отличие портала «Кунделек Ки-Зет» от аналогичных предшественников в том, что его услуги абсолютно бесплатны для всех пользователей. Проект финансируется за счет средств частных инвесторов и не затрагивает бюджеты любых уровней. Школы смогут свободно зарегистрироваться на портале, затем администрация школы выдаст логины и пароли без ограничения всем участникам. Спасибо за сюжет. Я бы хотела сейчас пригласить в нашу студию разработчика, одного из разработчиков электронных дневников, Мухтара Ильясова. Ваш проект не финансируется государством. Все правильно. Программное обеспечение предоставляется за ноль тенге для всего государства. Мухтар, вы меня... Отлично, это здорово звучит. В чем ваш шкурный интерес? Колитесь. Нет, отвечу честно, да. Мы преследуем две основные цели. Первая цель – это благая цель. Мы, как граждане Республики Казахстан, хотим привнести в развитие страны, в первую очередь, именно в образование, потому что дети – это наше будущее, чтобы привнести изменения, положительные изменения в образование. Это очень достойно. Спасибо. Второй вопрос, как правильно вы заметили, касательно шкурного вопроса. Проект «Кунделек Кейзет» строится на базе фремиум-модели, да, это вот как Facebook, WhatsApp, Uber и так далее, да. Коммерциализируется он с помощью рекламы и бизнес-отношения нашей компании с бизнес-компанией. Представьте, что будет в проекте «Кунделек Кейзет», кроме основного функционала, который доступен именно для школ, учителей, преподавателей и их родителей, будет реклама. Реклама, она, во-первых, будет 6+, в рамках законодательства рекламы Республики Казахстан, связана с образованием. Я бы сейчас попросила вас сделать все-таки презентацию и показать нам, как выглядит этот электронный дневник. Вот обратите внимание, вот так выглядит электронный дневник для ребенка. Здесь указаны предметы, возможности выставленной оценки и домашнее задание, которое было поручено преподавателем для ребенка. Ребенок может выполнить это задание или же даже отказаться от него. В итоге, что увидят в результате, да, что вот по предмету алгебра было выдано домашнее задание за такой-то период. И ребенок, в том числе и дальнейшем родитель, может видеть, какие домашние задания были выполнены, а какие нет. Спасибо. Мне кажется, достаточно удобно, стильно, достаточно просто, поэтому спасибо за презентацию. Нет, ну удобство и комфорт, это, конечно, замечательно. Но, извините, вот мы в начале программы говорили о том, что учителя разные, есть молодые, есть в возрасте. А каким образом вы будете учить каждого педагога, если, ну, я не знаю, он предпенсионного возраста, он же тоже должен как-то работать? Мы проводим мероприятия совместно с управлениями образования при поддержке Министерства образования. Выезжаем в регионы. По факту мы выехали в 13 областей с учетом города Алматы и Астаны и провели семинары. На семинарах участвовало порядка 3300 преподавателей. Предоставили видеоуроки. То есть любой преподаватель, также родитель и даже ученик может зайти на канал YouTube, набрать «Кунделик Киезет» и увидят все видеоуроки. Также представлены инструкции в формате PDF. Зайдя на сайт «Кунделик Киезет» в раздел «Поддержка» можно прочитать абсолютно все инструкции. Было бы желание. И третий, немаловажный фактор, специально для этого проекта, развернут колл-центр в компании «Кунделик», где на казахском и русском языках с 9 утра до 8 вечера с понедельника по пятницу наши специалисты готовы ответить на все вопросы любых пользователей. В общем, сделано все, чтобы было удобно и комфортно. Мы в школе, помнится, все время охотились за классными журналами. У нас даже однажды во время летних каникул был небольшой пожар, и странным образом все журналы сгорели. Да, было дело. А вы, по сути, все эти журналы в интернет выкладываете, и они будут доступны. У меня сын школьные олимпиады по информатике выигрывает, места занимает. Он вашу сеть взломает в 6 секунд. Он выпотрошит просто ваш сервер и все данные уничтожит. Просто для прикола. Хороший аргумент. И говорить о том, что эта система абсолютно защищена, нельзя, пока это не будет доказано каким-либо образом, способом от обратного. На сегодняшний день неизвестно о каких-либо уязвимостях данной системы, но также нет информации о том, проходила ли компания-разработчик, компания-внедрение с этой системы, независимый аудит своей системы на предмет наличия каких-либо уязвимостей, которые могут привести к утечке персональных данных или иным образом скомпрометировать ту информацию, которая хранится в этой системе. И еще такой момент. К сожалению, многие пользователи у нас не читают то самое пользовательское соглашение. Однако на многих порталах есть такая строчка, весьма странно звучащая, что администрация информационного ресурса не несет ответственности за информационную безопасность, ну, равно как и за данные своих пользователей. То есть это прямой конфликт с действующим законодательством. Все данные, персональные данные учащихся в виде их оценок и так далее, находятся в ведомстве государства. На инфраструктуре государства контролируются действительно спецорганами, госорганами, включая, которые отвечают из-за безопасности этих данных. Когда это остановлены юные дарования, которые, по сути, об ответственности ничего пока не знают? Второго момента, комментария, касательно, что не несем ответственность за ввод персональных данных. Здесь имеется в виду следующее. Если учитель поставил пятерку или тройку, это ответственность учителя за поставленную оценку. То есть здесь не нужно путать понятие, что является ответственность за внесенные данные и персональные данные. Перед программой мы попросили Ассоциацию родителей Казахстана заранее, до встречи, провести такой некий опрос среди родителей, с тем, чтобы выяснить, насколько поддерживается эта программа родителями. Пожалуйста, да, Амина. Мы со стороны родителей, конечно, поддерживаем. Особенно те родители, которые очень часто ездят в командировки. Мы хотим контролировать наших детей. В свое время наши и старшие поколения вырывали листы из дневников. Подделывали после. Подделывали. А сейчас, то бишь, через вот этот контроль. Будет контроль, опять-таки, наших детей. Это будет улучшаться наше образование. Вот еще мама. Я мама ученицы Назарбаевской интеллектуальной школы. Вот я имела такую возможность пользоваться электронным дневником. Я считаю, что это очень удобно, потому что помимо оценок мы видим там вот комментарии учителей, в чем трудности ребенка. Раньше, если бы, например, я увидела двойку, да, там у ребенка в дневнике, мне бы пришлось идти в школу, узнавать, разговаривать с учителем, почему случилось так, да, почему двойку получил ребенок. А здесь я вижу комментарии. У вашего ребенка трудности, например, там, по такому-то предмету, по такому-то критерию. Все, я сразу же... А мне не нужно об этом просто с учителем напрямую поговорить вживую, не читать в интернете? Если я с утра до вечера работаю, у меня нет такой возможности. Учителя же тоже работают, правильно? У них тоже рабочий день. У них есть также суббота, воскресенье. Когда мне встречаться с учителем? Ну что ж, как выяснилось со слов родителей, для них электронные дневники – полезное подспорье. Мамы и папы смогут контролировать не только успеваемые своих чат, но и школьную программу. Что задавали, что проходили и так далее. От этого зависит и качество образования. Конечно, профильному ведомству есть над чем поработать. Это и компьютеризация школ, и защита базы данных. Но я думаю, все эти вопросы разрешим. Гаджеты и школа. За и против. Сегодня мы говорим об электронной системе образования. Уже в скором времени все учителя будут сдавать отчеты в электронной форме. Родители смогут в онлайн-режиме узнавать об успеваемости своих детей. А тяжелые учебники нашим детям заменят компактный планшет. Сейчас мы обсудим судьбу бумажных учебников. Что с ними случится в ближайшее время? И будет ли привычная нам книга вытеснена чипом с электронным текстом? Кайржан, вы опять с эксперимента в нашей студии? Да, у меня сюрприз. Нашу гостью зовут Норикамал, а ее маму Махабад. Вот мне интересно, Норикамал, тебе сейчас тяжело? Вот огромный рюкзак тяжело? Иногда мне тяжело, а иногда нет. Так, хорошо. Я предлагаю, да, предлагаю пойти все-таки сесть. Я предлагаю сесть, потому что рюкзак действительно очень тяжелый. По-моему, больше, чем сам ребенок. Я предлагаю его взвесить. О, Боже. Вот давайте мы его взвесим. Так. Сколько? 4 килограмма 395 граммов. Это неподъемный груз для ребенка, я так считаю. Махабад, я вот знаю, что вы некоторое время назад писали в Фейсбуке как раз-таки о том, что дети вынуждены носить с собой вот всю эту тяжесть. Реально ребенка жалко. Каждый день носить по 5 килограмм с собой. Причем вес ребенка 20 килограмм. Вес портфеля не должен превышать 10% от собственного веса ребенка. То есть сумка ранец ребенка, ученика третьего класса, должен весить там 2-2,5-3 килограмма максимум. А здесь в два раза больше? В два раза больше, да. Но у нас в школе мы как-то решаем это. Мы некоторые учебники оставляем в шкафчиках, смены обуви вставляем в шкафчиках. У ребенка, в конце концов, скелет еще хрупкий. Такую вещь, как сколиоз, никто не отменял. Ну, это достаточно спорный вопрос. Влияет ли тяжесть рюкзака на сколиоз ребенка? Пожалуйста, посмотрим сюжет. Нарушение осанки у школьников ортопеды не связывают с тяжелым рюкзаком. Если ранец носить правильно на двух плечах, то осанка, наоборот, улучшится, поскольку плечи ребенка будут расправлены. Если говорить конкретно о портфеле и о его весе, то на сколиоз конкретно он не влияет. Здесь могут влиять только на функциональные нарушения, либо вариант того, что ребенок будет просто перетомляться и склонность к травмам. Но если говорить конкретно по заболеванию, то нет. Если, допустим, не по возрасту ребенок весит от силы 20 килограмм и портфель будет весить килограмм 10, то для ребенка это и для взрослого человека тяжело нести половину своего веса, для ребенка это тем более. Отечественный Минздрав рекомендует родителям не паниковать, а детям регулярно делать зарядку. В свою очередь, Министерство образования и науки Казахстана все же выступает за разгрузку школьных портфелей. Пробные версии электронных учебников для первоклашек уже представлены на сайте ведомства. О том, какие неоспоримые преимущества дают электронные учебники, я предлагаю спросить у специалиста, который сейчас присутствует в нашей студии. Это Арай Аблеевна, эксперт Национального центра информатизации. Пожалуйста. Вы сейчас выпускаете такие учебники? Естественно, Национальный центр информатизации более 20 лет занимается разработкой электронных учебников, виртуальных тренажеров, лабораторий и электронных игр для дошкольников. Можно посмотреть. Это у нас математика, третий класс. Что здесь находится в этом диске? Электронные учебники полностью соответствуют учебной программе в Республике Казахстан, то есть по всем предметам. Как вы думаете, электронный учебник, который вы сейчас выпускаете, насколько хорошо он заменит обычный учебник, который можно открыть, полистать? Оно заменит полностью. Если у нас техническая база школы будет подготовлена и учителя соответственно. Что будут делать книжные издатели, которые практически лишатся на данный момент своего хлеба? Жазира Нурмухаметова-Годелканова, представитель издательства Алматы-Ктаб-Баспасы. Вы как реагируете на... Не боитесь ли разориться? Да. Вы знаете, мы этого не боимся. Разместили на нашем сайте электронные версии этих учебников. Но другое. Да, сегодня возникает вопрос в обществе, переход, перейти, не перейти. Давайте думать о том, насколько это повредит здоровье ребенка. Ведь есть санитарные нормы и правила. Когда ребенку, вот скажем, дошкольнику и ученику первого класса, он может заниматься без ущерба во вред 15 минут, второй, третий, 20 минут. Мы готовим сейчас все учебники второго класса, к ним готовим мы версии. Это видеоуроки по 30 уроков на каждой. Но это все будет дополнением. Вот, например, для второго класса оно не более 15-20. Согласен. Это является приложением к основному учебнику. И я бы хотела сказать, что мы все знаем, как выдалась Силиконовая долина, какие люди там работают. И вот самые, так скажем, умные, приумные люди там, наверное, своих детей они сейчас обучают только по книгам. Я сейчас предлагаю дать слово офтальмологу, который у нас в студии находится, Манабаев Куат Валиханович. Человеческий глаз устроен так, чтобы мы могли видеть предметы, которые располагаются как на близком расстоянии, так и на далеком расстоянии, отдаленном расстоянии. При работе на близком расстоянии происходит перенапряжение внутриглазных мышц. В дальнейшем это состояние переходит в спазм или так называемая ложная близорукость. И в дальнейшем эта уже ложная близорукость переходит в висенную близорукость. Что, конечно, требует уже очковой коррекции или пользования очками. Я разговаривала с одной известной компанией, не буду ее называть, сейчас будет рекламой. И они говорят, что дело в том, что те разработки, которые не делают, безусловно, они не проходят без научного утверждения, без медицинских каких-то подтверждений. И если выходит какой-то гаджет, то это не значит, что он прям рушит зрение и так далее. Это тоже учитывает какие-то... там есть защиты. Мы сейчас хотели бы вам просто продемонстрировать один из сюжетов «Школы будущего». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, на этом красивом сюжете о «Школе будущего», о будущем в образовании нам бы хотелось завершить нашу программу. Спасибо большое за интересную беседу. Мне бы хотелось... очень хотелось бы верить в успех проекта и в то, что в скором времени портфели наших детей станут значительно легче. И стопка, которую мы рассматривали в начале программы, превратится в настоящую макулатуру. Ведь на дворе 21 век, век передовых технологий и прогресса. С вами была Ток-шоу «Былем». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok